В прямом эфире Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике и сначала коротко о главных из них. Гангстеры в Чикаго, полицейские Черногорска разыскивают грабителя. Разбой записан на видео. Собачья работа. Почтальоны все чаще становятся жертвами бродячих животных. Предновогодний отрыв. Цены на продукты резко поползли вверх. Антирекорцмен. Куриное яйцо на подходе молоко и мясо. Ультиматум, выдвинутый главой Хакасии, накануне похожего замел действия. Сегодня миграционная служба, прокуратура, сельхознадзор при поддержке ОМОНа нагрянули в китайские теплицы. В ходе проверки выяснилось, нелегалы уже готовятся к очередному аграрному сезону. Впрочем, самих рабочих на месте оказалось немного. В итоге заведено несколько дел, в том числе уголовных. Константин Кравцов узнал, можно ли победить иностранных овощеводов на Хакасской земле. Что же содержит в себе Хакасская земля, определить предстоит красноярским специалистам. И, судя по практике, полезного в ней мало. В основном, превышение по мышейку, по нитратному азоту, особо опасное. То есть выявляется такое? Да, выявляется. Во всех практически. Сегодня сезон у тепличных аграриев окончен, урожай собран и отправлен на республиканские прилавки. По разным оценкам, выручка от продажи огурцов и помидоров с одной такой теплицы может составлять до двух миллионов рублей. Тепличные комплексы в пригороде Абакана напоминают больше овощеводческий мегаполис. Десятки, а то и сотни гектаров земли в руках иностранных аграриев. В основном, это китайцы. Вместе с выращиванием сомнительных овощей, они захламляют территорию, буквально превращая земли сельхозназначения в пустошь. Проведя проверку, прокуратура завела два уголовных дела. Отвечать придется, скорее всего, предпринимателям. Вместе с этим подготовлены документы о лишении их права на земледелие. Пока это пробные иски. В случае, если решения суда будут вынесены, будут подготовлены дополнительные заявления. Кроме того, направлены заявления о очистке от хлама, который вот здесь видели. Еще одна проблема теплиц – нелегалы. За полгода их обнаружено более 250. По традиции, с китайцами довольно сложно найти общий язык. И хотя бы узнать, есть ли при себе у них документы. С окончанием сезона в комплексах людей немного, только сегодня силовики поймали троих. Проблема теплиц и нелегалов накануне вызвала критику главы республики. Он потребовал ликвидировать до Нового года все постройки. Впрочем, представители той же ФМС уверены – в одиночку им не справиться. Нужно сообща. Если, допустим, комплексно подойти, всем службам, в том числе, которые отвечают и за землю, сельхозназначение, где вот эти теплицы возведены, если они административно-правовые нормы все свои включат, то я думаю, что это реально, можно избавиться от этого всего. Нынешний рейд показал, что разные структуры, похоже, умеют работать вместе. Только вот мероприятия почему-то проигнорировали власти Усть-Абаканского района, которые в ответе за эти самые земли сельхозназначения. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Подозреваемого в разбойном нападении разыскивают сегодня в Черногорске. Преступление было совершено накануне, в разгар рабочего дня. Ограбление запечатлела система видеонаблюдения. Неизвестный, закрывая лицо, пришел в офис на улице Космонавтов 27 и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Добычей грабителя стали 15 тысяч рублей. В разбой подозревается мужчина на вид 23-27 лет, рост около 180-185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет куртка-пуховик укороченная темно-синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кожаные зимние перчатки черного цвета. Всем, кто узнал нападавшего или может сообщить какую-либо информацию, просьба звонить в полицию. Работают с угрозой для жизни обычные почтальоны. Большинство из них женщины, и они порой просто физически не могут доставить корреспонденцию адресатам. Причина – бродячие собаки. Олеся Калиниченко подробнее. Каждый день более 60 абаканских почтальонов, выходя на работу, рискуют. Если не жизнью, то здоровьем. Наталья Трофимова – одна из них. Показывает свежие шрамы на руке. Серьезно пострадало лицо, шея и скусаны ноги. В конце июля на нее напала собака. Не бездомная, просто непривязанная. Хозяина животного наказали. Выписали административный штраф. Участковый к нему приходил, мне участковый говорил, что он сказал, что цеплять ее не собираюсь, мне некому будет охранять. И мне, когда они собаку отогнали, и когда я уже, конечно, встала, естественно, что у себя в крови было, он вышел, сказал, не знаю, там кто сын или кто там был, и сказал, что ты здесь шаришься. Вот так, вместо извинения они ищут, что я там хожу. Шрамы затянулись, а страх перед собаками остался. Когда подойти к почтовому ящику невозможно, выручает мобильная связь. Журналами не выйдите за своими, а то я боюсь собаку. По закону почтальон обязан оставлять корреспонденцию только в доступном почтовом ящике. Если доступ ограничивает домашняя собака, газета, письма, пенсия будут ждать адресата в почтовом отделении. Если не принесла газету, неделю положила на почте, вторую неделю она звонит, где газетки, я говорю, собаку берите, я принесу вам газетки. Потому что я, говорю, боюсь, у меня собака уже густала. Она мне ответила, боишься, не работай. На понимание со стороны людей почтальону уже давно не рассчитывают. Всё, что им остаётся, это писать письма в городскую администрацию с просьбой принять меры. Конкретные адреса мы указываем, где существуют проблемы по собакам. Нам приходят ответы, что отловили конкретно сколько единиц. Кардинальная переписка с администрацией проблемы не решает. Слишком лоялен закон к владельцам агрессивных собак. Как правило, всё наказание сводится к штрафу, который идёт не в пользу пострадавшего. Понимая это, Наталья Андреевна сама подала в суд на владельца, покусавшей её собаки. Олесь Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Сегодня сотрудники Республиканского ГИБДД по тревоге покинули свои рабочие места. В здании возник пожар. По такой легенде проходили учения МЧС по Хакасии. Действовать пришлось в особых условиях. В здании Республиканского ГИБДД было выбрано для учений не случайно. Здесь, кроме сотрудников, всегда много посетителей. Поэтому первым делом пожарные вывели из здания всех людей и приступили к ликвидации огня. Загорелась серверная. Она расположена в удалённом крыле здания. Первая машина прибыла на вызов уже через три минуты после звонка дежурному. И следом за ней ещё несколько спецавтомобилей. Стволы для тушения подали на третий этаж и крышу по выдвижной лестнице. Ещё несколько рукавов было развернуто на первом и втором этажах. Звени огнеборцев в дымозащитных костюмах во время тушения огня проверили, чтобы ни в одном из кабинетов не осталось людей. На ликвидацию условного пожара ушло всего полчаса. Было задействовано шесть автомобилей и около сорока сотрудников МЧС. Был объявлен повышенный номер вызова, так как на здание правоохранительных органов, здание с массовым пребыванием людей, здание с пребыванием маломобильных групп населения объявляется автоматически повышенный номер вызова. Планировка здания в принципе несложная, поэтому особых сложностей не возникло. Единственное, что пожарные гидранты находятся по обратную сторону дороги от здания ГИБДД, как по Ирыгина, так и по Тельмана. Тяжелобольных туберкулёзом в Хакасии вскоре станет меньше. Сегодня в республиканском противотуберкулёзном диспансере запустили в работу новый компьютерный томограф. Аппарат, по мнению специалистов, позволит значительно улучшить диагностику и снизить лучевую нагрузку на пациентов. Ещё несколько лет назад Хакасия занимала одно из первых мест в стране по распространённости туберкулёза. После принятия республиканской программы по борьбе с этой социально опасной инфекцией заболеваемость снизилась в полтора раза, смертность практически втрое. Новый томограф поможет точно определить болезни. Ведь раньше все исследования проводились на традиционных рентгенаппаратах, а на них труднее провести раннюю диагностику. За один сеанс он позволяет делать 16 снимков сразу, а на экране компьютера врач может посмотреть даже объёмную модель. Современный японский томограф обошёлся федеральному бюджету в 13 миллионов рублей. И это уже восьмой диагностический комплекс подобного класса в Хакасии, приобретённый за последние два года. Вот этот аппарат позволяет точно поставить диагноз, распространённость процесса, локализацию, потому что не секрет ни для кого, что туберкулёз нужно дифференцировать с такими, как онкологические заболевания, рак лёгкого. Сразу, как говорится, будет видно чётко, или нужно отправить в то или иное учреждение, или проводить по обширности этого процесса такое сразу адекватное медикаментозное лечение. Похоже на Новый год, селёдка останется без шубы, а мы без селёдки. До праздника ещё больше двух месяцев, а в продуктовых ценниках подозрительные перемены. Дорожает вся молочная продукция. На старте овощи, рыба и мясо. Яйцо куриное вообще бьёт рекорды. Елена Крылова побывала на рынке и поняла, пора копить деньги, если не хочешь остаться под бой курантов без оливье. На рынке в Абакане с виду ничего необычного. На самом деле процесс запущен. Медленно, но без перебоев, цены ползут в любимом направлении. Вообще сыр с каждым днём всё, дорожайте и дорожайте. За последний год сыр, по словам продавцов, набрал по цене 100 рублей, а с началом ноября грустные времена настали для любителей всего молочного. Как говорят специалисты, сезонные изменения. Переписывать ценники приходится почти каждый день. Масло сливочное подорожало на 5%, сыр на 6% с небольшим процентом, творог 5,7%, молоко 7,2%. Ну, здесь есть ещё и момент тот, что поднялись цены производителей как раз в октябре месяце. А то, что происходит с ценой на яйцо куриное, иначе как лихорадкой не назовёшь. В апреле десяток стоил 37 рублей, сейчас в среднем 52. Причём в каждом отделе суммы разные. Инфляцию списывают на проблемы на птицефабрике. Мол, этот год трудный, и чтобы выжить, она задирает цены. Мы по сравнению с сентябрём, у нас цены не повысились. Отпускные цены автовикам, которые мы отпускаем, остались на том же уровне. Таймаут пока держат овощи. Даже картофель, по данным Хакастата, за последний месяц не дорожал. На прежней планке удерживается мясо и фрукты. А вот у прилавков с горячительным спокойно не выдохнешь. Алкоголь из-за дорожающих акцизов абсолютный рекордсмен. Его даже в общую статистику не берут, чтобы не портил картину. И этот рост цен только репетиция перед новогодним скачком, потому как реально расти стоимость продуктов начнёт где-то с середины ноября. И как показывает многолетняя практика, снижения цен после праздников не происходит. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Шесть лет лишения свободы грозит директору абаканской фирмы «Престиж» за обманутых медиков. Заведено уголовное дело, женщина обвиняется в мошенничестве. Об этом сегодня рассказали полицейские. О возможном преступлении впервые было заявлено в нашей программе. Напомним, десятки медицинских работников из городов и районов Хакасии и юга Красноярского края заплатили деньги этой фирме за посредничество в прохождении обязательной аттестации. Занятия должны были вести преподаватели из крупных медицинских центров Сибири. Оттуда же всем записавшимся на курсы должны были прислать сертификаты. Но фирма «Престиж» ограничилась только сбором денег за прохождение курсов. Ни занятий, ни сертификатов медработники так и не увидели. Им не вернули и деньги за обучение. Причем многие медики оплатили курсы из собственного кармана. Это от 12 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили полицейские абакана в отношении директора фирмы «Престиж» 69-летней женщины. Уже сейчас следователям известно более чем двух десятках пострадавших. Общий ущерб около полумиллиона рублей. Но число обманутых, по мнению следствия, может быть гораздо больше. Что примечательно, директор фирмы первоначально выдвигала такие версии, отчего сотрудники не прошли аттестацию вовремя. Это то, что научный работник вовремя не прибыл из другого города, то, что сертификаты не пришли из города Новосибирска. Однако все эти версии были проверены и своего подтверждения они не нашли. По решению суда, лицам, обвиняемым в мошеннических действиях, грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем пострадавшим от действий фирмы с просьбой обратиться по телефону 02 в полицию. В Саиногорске втрое сократится очередь в детские сады. В городе открылся новый детский сад «Чиполина». На реконструкцию и оборудование из республиканского и местного бюджетов затрачено около 60 миллионов рублей. Первыми хозяевами нового здания станут малыши. 90 человек уже успели поиграть новыми игрушками, познакомились с воспитателями. В группах для самых маленьких теплые полы, как и положено, по современным санитарным требованиям. Здание оснащено пожарной сигнализацией, уже готовый пищеблок и медицинские кабинеты. Музыкальные и спортивные залы оборудование еще предстоит приобрести. Продолжится и обустройство старших групп, и в перспективе здесь смогут получать дошкольное образование 240 детей. Я желаю детскому саду только хорошего будущего, чтобы он работал, чтобы пользовался уважением у родителей и дети сюда с удовольствием приходили. Надеюсь, что это не последняя первая социальная сфера, которую мы сегодня пускаем в эксплуатацию. У меня на этом все. Хороших вам вестей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова